МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас медицинская помощь, в принципе, лицам застрахованным в обязательном медицинском страховании, имеющие полис обязательного медицинского страхования, в принципе, оказывается на территории Российской Федерации в любом месте. Единственное, что с этого года, когда начинается процесс финансирования по подушевому принципу, необходимо иметь прикрепление на медицинское обслуживание и получение амбулаторной или стационарной помощи в каком-то конкретном лечебном учреждении. Если эта девушка имеет постоянную прописку в Рассказове, но хочет получить медицинскую помощь в городе Тамбове, да, она может обратиться в поликлинику с этим полисом. Но я думаю, что, скорее всего, ее попросят написать заявление на прикрепление для оказания медицинской помощи в том лечебном учреждении, куда она обратится, по месту своей временной регистрации, скорее всего. Экстренная помощь оказывается в любом случае, даже если лица не имеют полиса обязательного медицинского страхования. Поэтому, да, может, но, скорее всего, ей потребуется не только полис, паспорт, и потребуется страховое свидетельство налоговое. И с этими документами она должна обратиться в регистратуру того лечебного учреждения, которое она изберет. Я предполагаю, что, скорее всего, вот с этого года у нее попросят написать заявление на прикрепление для оказания медицинской помощи в этом учреждении. Ольга Николаевна отказалась заполнять листок персональные данные в регистратуре поликлиники, в связи с чем ее не записали на прием к терапевту. Попробуем прояснить ситуацию, действительно ли так, что без предоставления персональных данных мы не сможем попасть к доктору. Что такое персональные данные? Это фамилия, имя, имя, отчество, дата рождения, место регистрации, пол. Вот эта информация как раз и представляет персональные данные. На территории Российской Федерации вышел закон еще в 2006 году, номер 152, о персональных данных каждого гражданина Российской Федерации. Этот закон предполагает, что при обращении с персональными данными любая организация, любое учреждение несет ответственность за неиспользование этих данных в каких-либо целях. С учетом того, что если к нам обращается гражданин, то при обращении он обязан предъявить нам документы, которые его личность идентифицирует, то есть паспорт, полис и так далее. То мы раньше просто у нас не было приказа по нашему учреждению, что при обращении необходимо заполнять информацию на согласие, что этот пациент представляет нам свои персональные данные для того, чтобы мы, в свою очередь, используя эти данные, могли представить в Фонд обязательного медицинского страхования ту медицинскую помощь, которую мы оказали данному гражданину. Мы пользуемся защищенными информационными каналами, то есть та информация, которую нам человек представляет, она не идет просто в интернет, свободный доступ. У нас есть защищенный канал, по которому мы представляем эту информацию в те необходимые медицинские и контролирующие учреждения, которые рекламентируют нашу работу. Поэтому если к нам человек не представляет полис, не представляет паспорт, мы его по закону не имеем права принимать, потому что он нам не доверяет оказание той медицинской помощи, с которой он к нам обратился. Поэтому сейчас просто везде введен документ оборот, который предполагает обязательное информирование согласия на обработку персональных данных каждого гражданина, который обращается к нам в за медицинскую помощь. Поэтому мы обязаны у каждого взять согласие, что он согласен предоставить нам паспортные свои данные с фамилиями и отчеством, датой рождения, регистрации. И эти данные по поводу, к какому он к нам обратился, мы представляем фонд обязательного медицинского страхования. Если человек отказывается от этого, как мы его можем принять? Мы не можем его принять, он нам не доверяет. То есть он или инкогнито, или тот человек, который выдает себя за кого-то другого. Поэтому в моем понимании, если человек понимает, что такое персональные данные, то есть это вот идентификация меня как гражданина, как пациента, который обращается в это лечебное учреждение, я просто понимаю, что это просто та формальность, без которой мы реально не можем оказать ему ту необходимую помощь, которую он требует. 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Проводится он для того, чтобы люди могли понять, как много значит хорошее здоровье в их жизни. Так что же нам нужно делать, как правильно жить, чтобы быть здоровыми? Ну, наверное, не даром, что здоровье – это та самая большая ценность, которая есть у каждого человека. И Всемирная организация здравоохранения – один из самых первых дней здоровья, который был выделен и обозначен Всемирной организацией здравоохранения, это все-таки вот подумать о своем здоровье. Вы знаете, что мы в последнее время очень много говорим о факторах риска. У нас проводится диспансеризация взрослого населения, диспансеризация детей. Это программа, которая позволяет выявлять те хронические заболевания и те факторы риска, которые приводят к заболеваниям. А наши заболевания, к сожалению, приводят к ранней инвалидности и высокой смертности. Не секрет, что наша территория занимает одной из ведущих, не только нашей территории, я, может быть, некорректно выразилась, а вообще Российская Федерация имеет очень высокие показатели смертности. И была намечена большая программа по выявлению, а что же приводит к смертности в наших территориях. Так вот, на первом месте, скажем так, в структуре смертности у нас заболевания сердечно-сосудистой системы, а вот второе место и третье делят из года в год на разном уровне. Это злокачественное новообразование, к сожалению, и травмы. Именно поэтому вот вся программа российского правительства и Министерства здравоохранения Российской Федерации направлена на то, чтобы выявить, а из-за чего же у нас развивается сердечно-сосудистые заболевания, откуда у нас идет онкология, травмы. И отсюда идут, скажем так, те программы, по которым мы должны знакомить население и бороться с теми предпосылками, которые приводят к таким печальным последствиям. Вот если рассматривать блок сердечно-сосудистых заболеваний, там есть факторы, которые не зависят от человека, изменить их практически невозможно. Например, мужской пол – это фактор риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Ну как ты его изменишь? Конечно, никак не изменишь. Поэтому просто нужно знать, что это фактор риска. И лицам этого пола надо исключать те другие модифицируемые факторы риска, которые усиливают процесс, скажем так, появления заболеваний и смертных случаев. К модифицируемым или изменяемым факторам риска у нас относятся такие моменты, как курение, малоподвижный образ жизни, то, что у нас с вами нерациональное питание. Вы, наверное, сейчас много слышите, что нужно съедать не меньше 400 грамм овощей, в день для того, чтобы иметь хорошие сосуды. Это артериальная гипертония, это избыточный вес, это как раз все то, что можно изменить, изменив образ жизни или, скажем так, добившись всего медикаментозным путем. Борьба с артериальной гипертонией – это целая программа в социально значимых заболеваниях. И я должна сказать, что, в принципе, если человек знает о том, что у него артериальная гипертония, на каждом приеме участковый терапевт проговаривает, как нужно себя вести, как он должен питаться, как он должен двигаться и какие медикаменты он должен принимать. И известно, что снижение артериального давления на 10 миллиметров снижает риск развития инфаркта миокарда в 4 раза, инсульта в 6 раз и внезапной смерти в 2 раза. Поэтому вот, казалось бы, такие небольшие достижения и снижение факторов риска, а колоссальный результат. И именно об этом надо знать, об этом надо говорить и этому надо следовать. Потому что, к сожалению, у нас, как говорят, 50% знают, что они болеют, 50% лечатся из тех, которые знают, и 50% лечатся из тех, которые лечатся эффективно. То есть, в принципе, вот наш менталитет и наша внутренняя неорганизованность, она как раз приводит к таким вот печальным последствиям. Именно поэтому мы сейчас все знаем, что такое индекс массы тела. У нас есть теперь определенные стандарты, по которым мы можем говорить, когда у человека избыточный вес, а когда этот вес нормальный. Мы знаем, что индекс массы тела должен быть там где-нибудь от 19 до 29. Это еще, скажем так, мы не говорим об ожирении. 30 и выше – это ожирение реально, с которым людям надо принимать реальные меры, чтобы бороться и снижать максимально факторы риска. Сахарный диабет. Сахарный диабет, сейчас говорят, это обезьяна, на которой проходят все заболевания, потому что повышение уровня глюкозы в крови, оно меняет метаболизм всего организма, и в результате это приводит к развитию инфарктов, немых инфарктов. Иногда люди приходят и говорят, а вы знаете, мне сказали, что у меня когда-то был инфаркт. Да, действительно, человек, он его, может быть, и не почувствовал, у него были какие-то периоды кратковременной слабости, одышки, а сразу он к врачу не обратился. А когда проходит какое-то время, смотрит, а на кардиограмме оказались рубцы, потому что сахарный диабет чаще всего проводит безболевая, так называемая, безболевая форма инфарктов и миокарда и так далее. Но это хорошо, если мы потом увидели. А ведь как часто говорят, вот совсем не болел, а умер и молодой. А вот это как раз является то, что мы не всегда знаем состояние своего здоровья, в результате не всегда знаем те проблемы, с которыми нам надо бороться. В отношении злокачественных новообразований мы с вами сейчас имеем две таких ключевых позиции. У нас выделяется злокачественное образование видимых локализаций, так называемых. Это поражение кожи, слизистой полости рта, лимфатических узлов, изменения со стороны прямой кишки, шеки матки. То есть то, что можно было бы увидеть при первичном обращении, там молочная железа, это все считается раком видимых локализаций. Именно с этой целью в каждом лечебном учреждении амбулаторного звена имеется смотровой кабинет, задачей которого является выявление злокачественных образований на ранних стадиях. Поэтому если лица видят, что у них что-то не то, появились какие-то образования, какие-то пятна, какие-то там узелки, с ними обязательно надо прийти к врачу и не ждать, да может оно пройдет, рассосется или еще что-нибудь. И вторая ситуация, конечно, это заболевания невидимой локализации, которая требует такого обязательно инструментального обследования. Это там раки желудка, легкого и так далее, и так далее. К сожалению, у нас вот по данным годового отчета 2013 года, у нас на первом месте является заболеваемость и смертность от рака желудка, легкого и молочной железа. Выявление раков молочной железы у нас может быть самой высокой за последний год. Единственное, я, конечно, хочу сказать большое спасибо программе модернизации здравоохранения, благодаря которой мы имеем с вами сейчас маммограф. И на нашем маммографе мы сейчас выявляем злокачественные образования в ранних стадиях. Те, которые стопроцентно излечиваются. Вот важность хороших исходов – это своевременное обращение. Если мы пришли вовремя, вас вылечили на всю оставшуюся жизнь, что очень важно. И не запускать надо те процессы, которые у нас есть. Я хотела бы еще проговорить. Вот ДТП у нас чаще всего, вы понимаете, находится в состоянии алкогольного опьянения, да, поэтому идут программы, связанные с борьбой с наркологическим опьянением, с наркотическими опьянениями. И большая программа это с табакокурением. И сейчас, вот, может быть, вы обратили внимание, что у нас показатели смертности, да, они сохраняются на высоком уровне. Но вот за последние два года у нас снизилась смертность от острого инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения. Вот за последний год, например, от острого инфаркта миокарда у нас в трудоспособном возрасте никто не умер. Умерли люди более старших возрастов. А вот острое нарушение мозгового кровообращения, к сожалению, были случаи как среди трудоспособного возраста, так и среди более пожилых пациентов. И это все благодаря программе формирования сосудистых центров, которые сейчас у нас региональный центр, создан на территории Тамбовской области. У нас их четыре. Вот Рассказовская ЦРБ и Рассказовский район, он относится к Тамбовской областной больнице. На базе этого сосудистого центра мы получаем помощь. Но я хочу обратиться к гражданам, чтобы они знали о том, что есть время, когда ранние сроки обращения за медицинской помощью значительно улучшают качество и те последствия, к которым эти сосудистые поражения могут привести. Первые шесть часов. Если в первые шесть часов пациент обращается за медицинской помощью, у него может вообще не развиться то грозное и серьезное заболевание, как инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения. Потому что если сразу обратиться, наша скорая помощь располагает таким лекарственным препаратом, как тромболиза. Вот это вводится в препарат в вену, и те тромбы, которые вызывают нарушение кровотока в сосудах сердца или сосудах головного мозга, они просто рассасываются. Кровоток восстанавливается, и омертвение тканей сердца и головного мозга просто не происходит. Поэтому хотелось бы, чтобы люди не ждали какого-то времени для того, чтобы купировались эти симптомы. Бывают случаи, когда сутки мы ждем, что вот что-то у меня не проходит. Поэтому я бы хотела обратить внимание на то, что если у вас появляется загрудинная боль, которая не проходит в течение пяти минут после приема нитроглицерина, это повод для того, чтобы вызвать скорую помощь. Если у вас появилась одышка, которая не купируется, это опять повод вызвать скорую помощь. Если вы внезапно потеряли сознание, или у вас появилось затруднение речи, появилось онемение в какой-либо конечности, вы не можете внятно проговорить. Это повод вызвать скорую помощь, потому что только обращение в ранние сроки приведет к замечательным результатам и может снизить те серьезные осложнения, которые эти заболевания сами по себе вызывают. Следующий выпуск программы «Здравствуйте, доктор!» выйдет в эфир через две недели, 16 апреля. Ждем новые вопросы доктору, задать которые вы можете, написав письмо телевизору на нашем сайте в интернете или позвонив к нам в редакцию по телефону 22 542. Будьте здоровы! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова